Продолжение следует... Вот. Тур был очень тяжелый. Прямо дико тяжелый. Потому что я крайне мало спал. Я спал вот между переездами, получается. И потом, когда я приехал в Москву на один день, мне удалось тоже поспать несколько часов. Но в основном я не спал. Не спал и проговаривал эту программу. Вот это отметина вот тут вот говорит о том, что я пил огромное количество энергетика в дороге, потому что я мало спал. Очевидно. Вот. И состояние у меня было, конечно, крайне херовое. Почти в каждом городе еще несколько дней по приезду в Питер. Вот только сейчас я потихоньку очухиваюсь и прихожу в норму к работоспособному состоянию. Вот. Но я думаю, что это было бы еще хуже, если бы со мной не было моих хороших друзей. Анимаржере и Киру. Огромное вам спасибо. Вы... 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 вы те, с кем я бы хотел всегда ездить в стендап-тур. Это вот прямо Dream Team моя. Вот Dream Team это Анимаржера и Кира. Еще раз огромное вам спасибо. Надеюсь, следующий тур будет тоже с вами. По поводу самих выступлений. Я первое выступление проводил в Минске, и оно было грандиозно провальным. Оно вот было прямо так, как сказано было в стендап... в анонсе стендапа на канале Хованского. Это был грандиознейший провал. Я не знаю, почему так получилось. Просто не знаю, как это работает. Возможно, был невыспавшимся, но... Йоу, ответственность вся на мне висит. Я хочу извиниться перед Минчанами за то, что так получилось. Не знаю. В следующий раз. В следующий раз, ребята. Я надеюсь, что мой следующий тур уже будет более... А он будет обязательно, чтобы там не говорили хейтеры. Все равно будет тур. На 6 из 10 уже. Годика через 3 может вам понравиться. Вот будет восьмерочка. Я стараться буду. Вот, извиняюсь перед Минчанами, что так получилось. Я все равно вам благодарен, ребята, что несмотря на это вы хлопали и... После стендапа сказали, все было хорошо, Кузьма, не переживай. Огромное вам спасибо за это, ребятки. Но я прекрасно понимаю, что вот как комедия это было так себе. Второй город был Москва. И у меня был один день до того, чтобы подготовиться к Москве, чтобы не было такого провала, как в Минске. И, естественно, я вообще не спал. Я сутками сидел и стоял, и лежал, и репетировал этот материал, прогонял его. И в итоге, в итоге вышло все очень хорошо. Достаточно хорошо, чтобы это могло пойти на запись. Это выглядело на один балл лучше. И это, наверное, один из самых главных выводов, которые я должен сделать из прошедшего тура. Подготовка к которой я буду намного более основательно подходить в следующие разы. О этой причине я повременю со всеми турами. Вот. Я думаю, на месяцев 8. Потому что хочется и дела на канале немножко провести в порядок. Вот. Просто намного больше, чтобы было времени для подготовки. А то я писал третий раз программу за этот год. Третий раз. Вот. И я думаю, что это одна из самых главных ошибок. Потому что обычно стендап-комики, которые... Ну, от обычной стендап-комики дают вот такой полный новый спешл раз в год. Да, там, там, с Луиси Кей, к примеру. И вот из этого трехчасового материала, который я написал, Я тоже должен был один часовой взять и провести этот стендап вот в этот год. Но так получилось, что я провел три раза. Я провел все, что мне приходило в голову за этот год по поводу стендапа. Рассказал об этом. И понял, что нет. Нужно все-таки, наверное, более фильтровать сам материал. Потому что... Поэтому мы переходим к материалу. Надо закончить с выступлениями. В Петербурге было... Ну, я бы так сказал. В Петербурге... А, и вот, москвичи, вы очень хорошо принимаете меня. Я не знаю, почему. Возможно, вы меня воспринимаете просто как гостя. И вы очень тепло всегда принимаете. Йоу, огромное вам спасибо за это. Я очень люблю по этой причине выступать в Москве. Вот, переходя к Петербургу. В Петербурге было тяжело. Потому что в Петербурге, я считаю, что... Сама программа была все-таки и отрепетирована, и... Объезжена, грубо говоря, в Москве. И в Петербурге я показал... Ну, материал, наверное, на таком же уровне, как в Москве. Может, даже в каких-то местах чуть лучше было. В каких-то местах чуть хуже. Вот. То есть, вполне себе... Неплохо было. Но публика в Петербурге оказалась намного сложнее. Я не знаю, почему это так. Может, петербург... Петербургская публика намного более требовательна к артисту, нежели Московская и в остальных городах. Но в Петербурге прямо сухо было. Хотя мне и подходили, говорили, что были смешки. Но не знаю. Нет. Я считаю, что в Петербурге... В основном из-за моего неумения работать с аудиторией. Я не умею это делать. Ну, умею, но не так, чтобы можно было этим хвастаться. И не так, чтобы можно было этим свободно орудовать на выступлениях. Этому нужно, безусловно, учиться. Вот. Поэтому, Петербург, я надеюсь, что следующий материал будет на достаточном уровне, чтобы можно было и растопить и ваши пасмурные сердца. Ну, или добрые сердца. Я... Йоу, 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 не гоните меня. Я сам петербуржес депрессивный, так что нормально всё. Вот. Как-то так. Это по поводу, как проходили сами выступления. Выступления. С точки зрения комедии, я сказал, на один балл больше. Это было лучше предыдущего стендапа. Ну, не стоит это отрицать. На один балл это было лучше. Я, во-первых, поменьше сделал матерщины, чего было в огромном количестве в первом стендапе. Я даже нашёл нарезку из всех моих матов из первого стендапа. И в итоге нарезка длилась две с половиной минуты. И, конечно же, я такой, типа, Я поражён. Две с половиной минуты предыдущего концерта было сплошной мат. И, да, это на самом деле показало, что нужно за этим более тщательнее следить. Вот. Поэтому мата в новом стендапе было намного меньше. И это хорошо. Но были, конечно, слова-паразиты по типу... Типа. Вот. И вот, конечно же... И было. Блин, вот эти три ублюдка меня вообще никогда не покинут, наверное. Нужно выбивать из себя это дерьмо, Йоу. И Йоу, Йоу тоже всем, оказывается, приялось уже давным-давно. Нет, Йоу не приялось. Йоу клёвое. Просто Йоу было слишком часто и, может, не всегда в тему. Вот. Как-то так. По поводу материала. Самая лучшая шутка была с таксистом. Она была именно той шуткой, которую можно было бы читать на open mic'ах. Можно было бы читать просто на более широкую аудиторию. Не только на ютубовскую. И в основном проблема, наверное, моего стендапа в том, что она направлена на людей, которые смотрят меня. На людей, которые смотрят ютубик. То есть людям, которые не смотрят ютубик, не смотрят меня, стендап, наверное, не понравится. Да. Отключилось. Так вот, с таксистом я считаю, что шутка прямо хорошая. Вот. Именно в плане шутки. Там есть чёткий сетап, там есть панчлайн и даже разрушение ожиданий. Там тоже есть в конце истории. Вот. Так что шутка про таксиста была очень хорошая. И я думаю, что нужно ориентироваться не на такой материал, да, но нужно ориентироваться на подход. Вот как был использован подход к такому материалу. То есть она была написана как шутка. И я горжусь. Я считаю, она достаточно хорошая и смешная. Можно было лучше рассказать, безусловно, но у меня было три города, чтобы её обкатать. По поводу того, что будет дальше, я сказал. Наверное, месяцев восемь я возьму перерыв от стендапа. Лучше поднаберусь опыта. Проделаю работу над ошибками. И, не знаю, буду более тщательно отфильтровывать то, что мне приходит в голову по поводу стендапа. И что можно ещё под конец сказать? И да, буду ждать, когда, наверное, будет побольше подписчиков. Хочется съездить в остальную часть России. К примеру, тот же Екатеринбург, Новосибирск посетить. Но я в этот тур не особо вышел с деньгами. И, грубо говоря, если я и буду посещать Екатеринбург, то я на данный момент просто потрачу все деньги, которые и так мало заработал. Все деньги будут потрачены на билеты в Екатеринбург. То есть хочу побольше подписчиков, чтобы была возможность собрать города в той части России тоже. Поэтому следующий тур, если и будет, то будет на более крупное количество подписчиков. И будет, естественно, больше городов. На этом спасибо, дорогие друзья. Спасибо, что приходили, поддерживали меня. Извиняюсь перед Минском за то, что так получилось с выступлением. И перед Петербургом за то, что не смог выйти после самого стендапа на ответы на вопросы и на автограф-сессию. Я надеюсь, наверстаем уже в следующих турах. Всем спасибо. Как-то незавершённо. Всем спасибо. Ставьте свои лайки. Подписывайтесь на канал. Но рассказывать друзьям не надо. Йоу, это достаточно локальная тема. И это никому не будет интересно, кроме вас самих. Так что... Вух! Кай, я никогда не умел кончать. Я никогда... Бля, всё, короче. Давайте, ребята, вы лучшие. Всё, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok